Карантин внес свои коррективы в постедневную жизнь. Это не могло не коснуться и спортивной сферы. Так, Сандыктавский тяжелый атлет уже с мая успешно тренируется на открытом воздухе. И вообще, местные спортсмены с удовольствием принимали участие в состязаниях онлайн. В режиме онлайн мы проводили два помоста, ставили судьи два человека, выдерживали все санитарные нормы, не больше 10 человек в зале. И затем мы со всех точек видео скидывали, делали общие протоколы, оформляли грамоты и вручали, как положено, по месту проведения соревнований, не в одном месте. Соблюдение всех санитарных норм. В эти дни Сергей и его ученики готовятся к предстоящим областным соревнованиям. Тренировки проходят соблюдение социальной дистанции, то есть на тренировку допускается минимальное количество спортсменов. Ну, в последние годы, конечно, желание есть заниматься, но в силу условий пандемии, чуть, конечно, желательно больше соревнований, но все, что есть, мы стараемся. Режим онлайн, на тренировках, ну, конечно, этого маловато, но мы стараемся к этому идти, к лучшему. Так что надеемся, что все это успокоится и будем дальше заниматься, как положено. Сергей Прохоров ориентирует и ведет своих воспитанников к высоким спортивным достижениям. К слову, в их числе и его сын. Владимир выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в октябре, а юные тяжелоатлеты Андрей Дулин и Максим Шмидт стали призерами первенства страны.